Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Небольшинство трогает того, что он писал в 70-х и 80-х годах, посвященных героической обороне Севастополя. Это моя самая знаменитая картина матери Севастополя. Ну и портреты моей мамы. Собрать вместе все картины Анатолия Сухоруких невозможно. Так сильно они разбросаны по городам. Это говорят его друзья и близкие. И любят, несмотря на непростой характер. Он был жесткий человек. Я уже говорю, как было. Но в то же время в этом проявлялась его любовь, его интерес помочь молодому художнику пойти верной дорогой, чтобы не было, знаете, каких-то там лишних поворотов. Он этим своим жестким характером давал понять, что, допустим, художник неправильно идет, что надо немножко не так. Собравшиеся друзья художника посмотрели документальный фильм о нем. Много лет Анатолия Сухоруких снимала журналист Ирина Котвалюк. На обратной стороне этих рисуночков, зарисовочек, обрывочных каких-то плохо, может быть, сохранившихся бумажек, можно прочесть, что он хотел написать такую картину, как «Вечерняя песня», «Севастопольцы». Он хотел написать картину «Отстояли». Он делал эскизы, он думал, как и что нарисовать. И это все тлело в его душе. Поэтому здесь очень много портретов участников обороны Севастополя, просто участников Великой Отечественной войны. Он был, вообще-то, хоть и не солдат, но он был дитя войны. Он же приехал сюда мальчишкой. И он мне рассказывал, как интересно было ему участвовать на первом параде победы, который прошел в городе Севастополе. Он говорил, что они ехали тогда из Верхнесадова, он жил в этой деревне. Как они ехали на грузовых машинах, как они приехали на площадь Ушакова, как это было интересно. И он горел этим, он хотел запечатлеть подвиг Севастополя. И все время думал, поскольку в селе были женщины, мне кажется, в Верхнесадовом тоже, мне кажется, вот он видел эти напряженные лица женские. И когда он написал свою, я считаю, самую гениальную работу матери Севастополя, то это как раз те женщины, которых он видел в Верхнесадовом. Выставка работ Анатолия Сухоруких продлится в Культурно-информационном центре еще неделю. Елена Анисимова, Людмила Замятина, Виталий Козловский, Севинформбюро.